Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы прослушали фрагмент передачи «Спите ночью, малыши, не играйте в танки» На самом деле уже давненько бомбит от советской ветки и ни у одного меня Ну все, вообще все, я думаю, все, кто играет в Armored Warfare, вот вообще без исключения все и даже бабушки этих людей знают, что Т-ветка в игре, ну посасывает объективно по многим параметрам У них единственная фишка — это альфа, но происходит примерно следующее Где-то, наверное, с пятого уровня, может чуть-чуть попозже, вот с шестого С шестого точно советские ОБТ начинают отставать от всех своих аналогичных собратьев по левелу Хотя XM1 порезали, поэтому 72A еще теперь кое-как, в принципе, почему кое-как, он теперь очень даже нормалец Теперь XM1, собственно, из «Князи в грязи» рюхнулся Но на седьмом левеле вас поджидает Т-80, и эта машина просто яростной, дичайшей анальной боли Почему? Возникает вопрос Потому что, во-первых, она пробивается в нижний лист в 7 Она довольно неплохо пробивается в люк мехвода, который можно легонько выцелить Она пробивается в люк на башне с критом И как будто этого мало, она еще и пробивается в щеки башни Это просто хуйна! То есть, нахрена этому танку броня, если она его вообще ни от чего не защищает? Ну, от ББМок, может быть, с автопушками, да Ходят слухи и вроде как обещания, что клянутся и заверяют, что на Т-80 Т-80 обвесят динамической защитой На самом деле, это имеет столько... даже я об этом говорил, что не мешало бы обвесить его динамической броней Но это так, чисто чтобы визуально ласкать глаза игроков, скажем так Потому что после Т-72 абсолютно голый Т-80 похож на залупу, только что не красную Ну, то есть, в формате ветки развития я себе это представляю так Вот Т-72А с динамической защитой Значит, что в эти годы наша страна освоила эту технологию и начала применять ее на танках Потом, бац, покупаю Т-80, на нем этой защиты нету А что случилось? Куда она делась? И вообще, если сравнить Т-72А и Т-80, то Т-72А был разработан позднее Как бы, ну, модификация более позднего года, чем стоковый абсолютно донный Т-80 Но даже если его обвешивают динамической броней Как я говорил еще в видосе про Т-72, эта броня вам ни хрена не даст Потому что она закрывает те места, куда никто не стреляет Люк мехвода, динамическая броня, заметьте, не закрывает Верхний лист брони вам никто, естественно, кумулятивом стрелять не будет А динамическая броня, это антикумулятивная защита строго Щеки башни, да, то есть, прикроют кумулятивной защитой, стоящей под конус Может даже резиночки повесить, как они на самом деле вешаются Но что это даст? Защита-то антикумулятивная Она от подкалиберных снарядов защиты-то вроде как не дает Поэтому на резонный вопрос, станет ли от этого машина более крепче От динамической защиты, вполне очевидный ответ Нет, не станет Усугубляет ситуацию отсутствие дымовой завесы на танке Броня у него, как и у истребителя танков Считайте, что брони у него нету И при этом нету дымов, чтобы при обнаружении куда-нибудь сдриснуть Это вообще печалит, конечно, полностью И непонятно, почему дымы на танке не стоят На танке, которые типа прототип Т-80, но пушка у него Т-80Б Это об этом я уже тоже в видосе о Т-80 говорил Видимо, для того, чтобы хоть как-то забалансить в игре Т-80 Бедный челленджер снова начал пробиваться в форточку с полным дамагом Хотя еще недавно с полным дамагом он туда не шился Я, кстати, что-то не помню, чтобы в каком-то патчноуте об этом писали Неужели опять негласный нерв? Ну, вообще, такого рода балансы Это в стиле вот немножко другого разработчика У которого там Т-10 то шьется в ведро, то не шьется в ведро То вдруг опять шьется То есть посидели, подумали, так, танк вроде туда пробиваться не должен Отлично, добавили брони Потом сидели, подумали, нет, все-таки танк туда пробиваться должен Отлично, броню сняли Бедные игроки А какие, собственно, есть еще варианты ребаланса Чтобы избежать нерфа другой техники Помимо, конечно, грандиозного аппа 80-ки на 200 хитпоинтов Упорно почему-то не хотят добавить танку динамики Ну, хотя бы немножко, чтобы он быстрее разгонялся Он самый малобронированный на своем уровне Так пусть хотя бы он будет самый быстрый Ну, или, наверное, лучше будет сказать, самый подвижный Так нет же, наоборот, мне иногда кажется Что по динамике и скорости он обгоняет на своем уровне Разве что челленджер Вы скажете, ну, а как там характеристики Что в реальности, наверное, там Т-80 Он не такой уж и скоростной, не такой уж и разгонный Да кому эти характеристики, собственно, сдались Уж в этой-то игре, где в следующем патче Просто так с кормы срежут 40% брони Как вы думаете, по поводу этого С каким-нибудь конструкторским бюро консультировались В Уралвагон звонили и спрашивали Что они там думают Значит, того, чтобы броню танкам просто так взять и срезать Причем не в миллиметрах, а просто тупо 40% брони И все Согласитесь, что на фоне таких изменений Какая-нибудь жалкая строчка в почноте о том Что динамика танка Т-80 Перебалансирована, переделана, пересмотрена Может быть, там, доведена до совершенства Как угодно назовите Она просто будет выглядеть, ну, приятной мелочью Не больше никто не скажет, что это, типа, нереалистично Потому что, ну, 40% брони срезать Вот что нереалистично Да, 80-ка станет картонной Но зато она сможет быстро заходить там во фланг В тыл и что-нибудь полезное она сможет делать с этой скоростью Это всяко лучше, чем то, что мы имеем сейчас Когда говорят, что это машина второй линии Что, блин, значит машина второй линии? Вы мне объясните Знаете, откуда это пошло? Это пошло из картошки Когда в гайдах там во всяких писали Что ПТ, это, ну, машина без башни Это машина второй линии, машина поддержки А потом немцев стали нагибать Немцы-филы спросили А что это нас так разрывают на куски-то, ё-моё На наших-то немецких танках Им стали объяснять, что зато у вас эти пушки точные Там вы танки второй линии Типа, вот, у вас брони там нету Вы загораетесь постоянно Но зато со второй линии, со вашей снайперской пушкой Будет все нормально С тех пор повелось, что картонный танк с говеной броней Это танк сук второй линии Причем даже забыли о том, что обязательные условия Это точная пушка То есть то, чего у советских танков в этой игре, как правило, нету Ну, разумеется, только если не пичкать этот танк Самым топовым оборудованием на точность А то любят некоторые вододелы Обвешать танк там оборудованием третьего левела Какой-нибудь Шеридан там четвертого И говорить, что танк-то на самом деле нагибает Что он-то огонь А откуда у танка четвертого левела Оборудование с танков восьмого уровня Это уже вопрос другой Это уже другое дело, не важно Ну, допустим, ладно Заточили танк на точность Хорошо, теоретически стал он танком второй линии Скажите, а какому-нибудь танку с броней С нормальной что-то мешает от второй линии играть? Нет, не мешает Точно так же Затачивать его на точность А зачастую там и затачивать не надо Потому что бронированные танки почему-то очень-очень точные И стоишь себе в кустиках, теребонькаешь Как правило, игра от кустов себя оправдывает В 99% случаев То есть, кто в кустах стоит Тут стабильно дамаг нагибает Можно потом скриншот на форуме всем тыкать Что, а танк-то зашибись Он дамаг накидывает Умалчивается правда, что он накидывает его из кустов Там откуда-нибудь с другого конца карты Но кого это волнует Статистика, как правило, в этом плане слепа Но если все-таки отказаться от игры От куста и базы Называя это там благородным словом Игра от второй линии То ваш успех в бою на 80-ке Примерно на 80% Зависит не от вашего скилла От скилла ваших врагов Если они умеют играть Они довольно быстро вас ушатают Если не умеют То ушатаете, скорее всего, их вы В общем, на мой взгляд В игру конкретно просится Т-80 Какой-нибудь топовой модификации Но истоковый Т-80 разработчикам крайне дорог Раз он до сих пор такой здесь есть Но и Т-72а из игры не уберешь Истоковый Т-72 тоже убирать не хочется А мест в ветке развития нет Ништяковым вариантом было бы Вывести Т-80 в отдельную ветку На 9-й левел поставить всеми желанный оплот Ну, потому что в европейской ветке Извините, только 6-й левел свободен Сомневаюсь, что это кого-то устроит Ну, а на 10-й левел можно было бы Водрузить Черный Орел Всеми позавытый, ибо Армата Да, танк будет высосан из пальца По примеру одного разработчика Ну, а почему бы, собственно, и нет Вот тогда бы мы зажили Ну, а пока Т-80 остается стоять на 7-м левеле Пробиваться везде, где только можно Не иметь динамической защиты Не иметь дымов Иметь посредственную динамику Средненькую точности Паршивый УВН Что, впрочем, по мнению многих Не мешает ему быть Отличнейшим танком второй линии Интересно только, давно ли Термин «танк второй линии» Стал синонимом слова «говно» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok